Тема трагедии 70-летней давности. Сожжение православных белорусских деревень в польском Подлясье получило продолжение. Неприятный сюрприз потомкам и родственникам убитых и сожженных заживо зимой 1946 года белорусов приготовили польские националисты в городе Гайновка. На предстающую субботу они запланировали марш по улицам города, прославляющий деяния Рональда Райса по прозвищу Бурый, под командованием которого и были сожжены белорусские деревни вместе с жителями. Материал из Польши. В мае нынешнего года в Гайновском Свято-Троицком соборе перед открытием Международного фестиваля церковной музыки состоится награждение лауреата в премии князя Константина Острожского. В числе награжденных представлено и общество семьи жертв, убитых в 1946 году польскими подпольщиками. Решение об этом было принято редколлегией главного печатного издания православной общественности Польши, журналом «Православное обозрение». Мы вознаградили общество, которое занимается убитыми гражданами православными на востоке Польши после Второй мировой войны через группу Ромуальда Бурова-Райса. И эта память им молитвенная, но тоже историческая память есть очень важная, чтобы не забыть о этих жертвах. Несмотря на то, что Польский институт национальной памяти признал, что деятельность отряда Бурова имела признаки геноцида, сам Ромуальд Райс, расстрелянный в 1949 году, был реабилитирован, а его родственники получили финансовую компенсацию. Родственники же тех, кто погиб от рук Бурова, от государства не получили ничего. Более того, в Гайновке и Бельске под Ляском часто можно увидеть надписи современных польских националистов «Бурый мой герой». А что еще болезненнее и что появляется, проба очернения жертв Бурова и проба придать вид справедливости этому чудовищному преступлению. Но там погибли дети, было насилие над молодой девушкой. Вещи невообразимые. Я не знаю, как это принимать. Я лично принимаю это по-христиански. К сожалению, зло возвращается. В предстоящую субботу польские националисты собираются провести в Гайновке, в окрестностях которой 70 лет назад и совершили злодеяния, марш памяти проклятых солдат, деятелей антикоммунистического подполья. Но с акцентом на прославление именно личности и деяний такого героя, в кавычках, как Рамуальд Райс. Уже запущена масштабная пиар-компания, что для православных городов, где живет много родственников, убитых бурым и его приспешниками, крайне оскорбительно. Жители Гайновки написали открытое письмо, направленное президенту Польши Анджею Дуде и примусу Польши Войцеху Полику. Подписавшиеся выражают удовлетворение тем фактом, что патронат президента Польши над одиозным маршем снят, о чем сообщил сайт президентской канцелярии. И вопрошают иерархов костела о том, означает ли заявленный организаторами шествия маршрут от Воздвиженского храма к костелу святых Кирилла и Мефодия с проведением мессы в последнем согласии на популяризацию патриотизма с портретами героя, который убивал, сжигал женщин и детей. Ответы пока не получены. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Подлясье. Польша.